Сегодня я вам расскажу про Апачи Мессос. Сразу хочу спросить, многие не знают о том, что это. Меня зовут Дмитрий Патьевский, я специально написал, так что по со всем воспоминаниям можно было найти. Значит, я сначала расскажу вкратце, кто за этим стоит, какую проблему он решает, зачем он нужен. Можно попросить чуть-чуть, немножко громче? Да, пожалуйста. Я расскажу, какую проблему он решает, для чего он создан. Потом вкратце обзор, как он устроен, как он работает. И как мы его используем у нас на проекте, и что мы с этого имеем. Ну, это компании, которые участвуют как в разработке Мессоса, так и используют его у себя. Многие из них используют на кластерах из 1000 хостов у себя. Почти Мессоса. Что такое Мессос? Мессос, цель, которая преследовалась при его разработке, это объединение множества разрозненных вычислительных ресурсов в один логический ресурс. То есть, как бы, это такая система пластеризации, которая позволяет обращаться ко всему дата-центру с множеством, просто и множеством ресурсов, как к одному какому-то ресурсу, к одному логическому, как бы, компьютеру или ресурсу. То есть, все процессоры, все память, диски, все они как-то суммируются и доступны с одного эндпоинта. Он автозоустойчив, он создан для распределенных вычислений и масштабируется до десятков тысяч узлов. Он, значит, предоставляет, ну, основные типы ресурсов, которые он предоставляет, это процессор, память, диск и порты. То есть, это, собственно говоря, все ресурсы, которые он выставляет, и которые можно получить, и которые можно использовать. И он предоставляет изоляцию ресурсов. Изоляция ресурсов есть разные опции, там, Сидрус, там, контейнеры, докер. Ну, и может он работать без изоляции, но тогда, возможно, это, в общем, нерекомендуемая практика. Соответственно, приложения, которые будут запускаться на кластере Месос, они могут использовать и числительные ресурсы всего кластера. Могут запускаться уже существующие приложения, и контейнеры докер. Не требуется какой-то специальной модификации приложений. В основном, все, что запускается на Линуксе, все, что может работать на Линуксе, или в докер-контейнерах, может быть запущено. И есть поддержка докера, которая, собственно, позволяет докер-контейнеры запускать. И есть API, которые позволяют, есть у них SDK, который позволяет свои распределенные фреймворки и приложения создавать довольно просто. То есть там не надо никакого сетевого кода писать, который там подключается, куда-то еще что-то делать. Все на уровне, как бы, логическом, довольно некомпактном получается. Как, какие способы и какие были способы для запуска, допустим, различных фреймворковых классов? Если у вас есть какой-то патент, какая-то база данных, какой-то фронтент, то, как правило, это раньше или сейчас разбивалось на такие подкластера. То есть есть подкластер с базами, он управляется отдельно, он отдельно масштабируется, ему выделяются ресурсы, отдельно планируются ресурсы для него. Отдельно есть подкластер фронт-энд, отдельно подкластер бэк-энд, еще что-то, отдельно в МКЭш и так далее. Что с этим не так? Во-первых, неоптимальная утилизация ресурсов получается. Проводились исследования, я сейчас, ну, там в конце будет ссылки на, если помню, интересно. Исследования показывают, что в среднем, вот, например, в Амазоне, то, что запущено на различных заказчиков, в среднем используется до 20% вычислительных мощностей, то есть как процессор на увлении, так и памяти. То есть подавляющее большинство выделенных ресурсов, за которое люди платят, оно простаивает в основном. Это делается по ряду причин, и часто эти причины, как бы, довольно веские, для того, чтобы иметь какой-то запас, как на каждом отдельном инстансе, на случай каких-то пиков или непредвиденных, каких-то поведений, событий, так и потому что, допустим, масштабирование занимает время, и для того, чтобы запустить новые инстансы, нужно, там, несколько минут и так далее, соответственно, для того, чтобы какие-то кратковременные пики покрывать, нужно иметь какой-то запас вычислительных ресурсов, которые неэффективно используются. Ну и, соответственно, масштабирование таких архитектур получается дорогим, потому как надо масштабировать отдельно все подкластера, надо везде закладывать какое-то дело термопровижениях, то есть получается дорого, и используются ресурсы неоптимально. Ну вот, тут картинки иллюстрирующие статическое распределение ресурсов, то есть вот у нас есть дата-центр, он разбивается на множество виртуальных машин, как принято сейчас в основном, и вот формируются различные подкластера для определенных целей, то есть он, допустим, в оранжевом квадратике запущен в это приложение, а в красном, там, базы данных. Что с этим не так? Во-первых, этим всем довольно сложно управлять, это получается зоопарк, разные конфигурации, разные наборы устанавливаемого программного обеспечения на этих всех подкластерах. Неэффективно это масштабировать, то есть когда один из кластеров простаивает или одна часть какая-то ресурсов простаивает, или можно, конечно, там автоскеппинг-группы или еще другие способы есть, которые позволяют неиспользованные ресурсы сокращать и потом их наращивать в необходимости. Но все-таки, когда мы говорим о запуске виртуальных машин, то счет идет в основном на минуты, на даже десятки минут, когда надо запускать много новых виртуальных машин или перед тем, как стопать существующие неиспользуемые, в основном их стопают очень понемногу и аккуратно для того, чтобы не попасть в ситуацию, когда получается слишком мало ресурсов или какой-то пик возникает. И это неудобно для разработчиков, то есть есть какие-то отдельные команды, или отдельные люди, которые этим всем управляют, которые мониторят и так далее, и так далее. В основном это не разработчики. И в основном это даже не демоксия, просто администратор. И, значит, место, что он позволяет сделать, он позволяет все эти ресурсы всего дата-центра, сколько бы там ни было машин, объединить в один такой логический ресурс. И, соответственно, с этим одним логическим ресурсом просто обращаться. То есть не надо управлять множеством разрозненных конфигураций, достаточно поддерживать единый набор конфигураций везде и, собственно, уже для каждого приложения своя компания. Ну, тут иллюстрируется статическое разделение против динамического разделения ресурсов. Вот ситуация, когда у нас три каких-то подкластера с какими-то приложениями, они, значит, не всегда коррелируют их нагрузки, и они какое-то время простаивают, какое-то время используются более или менее интенсивно. Если мы можем объединить эти все разрозненные ресурсы в один логический ресурс, то, во-первых, получается более эффективное использование ресурсов, а во-вторых, каждое приложение в пиковые свои моменты может расширяться и заполнять весь объединенный пластик. То есть больше ресурсов может получить во время кратковременных конкурсов. Ну, то, что я говорил по поводу масштабирования, это занимает время. То есть, вот, допустим, автоскейлингруппы, для того, чтобы запустить новый инстанс, он прошел хэдс-чек и попал в блат-балайсер, но проходит, как правило, несколько минут. Пока он запустится, если это AMI с предустановленным всем, то это быстрее, если там какие-то есть скрипты или шеф-ран, или что-то еще, что устанавливает туда последние версии соответствующего программного обеспечения, то это чуть дольше. Но это все равно минуты. Если мы будем говорить о железе, которое надо поставить в стойку и все там настроить, разогнуть, то это вообще очень долго. А контейнеры запускаются за секунды. То есть мы можем запускать новые контейнеры буквально за секунды, и это происходит быстро и эффективно. Соответственно, МЕСОС — это такая вот истинология, как ядро операционной системы предоставляет доступ всем программам к ресурсам железных, которые имеются. Точно так же МЕСОС объединяет все ресурсы на всех серверах и пластерах. Логические ресурсы предоставляют доступ к этим ресурсам для каких-то приложений. На этом его функция как бы заканчивается, он больше ничего не делает. И есть масса различных... Такая экосистема сложилась, множество различных фреймворков, приложений, инструментов, которые позволяют запускать какие-то приложения на МЕСОС-пластере, контролировать их, что-то с ними еще делать. Из таких самых распространенных — это МЕСОС SDK, который позволяет, используя МЕСОС API, писать свои распределенные приложения. И таких приложений написано довольно много. Я чуть позже расскажу о них. Есть такие фреймворки или предложения, которые позволяют запускать на МЕСОС уже существующие приложения. То есть вот Marathon, он, ну, собственно, вот все, что в разделе API — это как такая EIT-система. То есть это все приложения, инструменты, которые позволяют что-то запускать на кластере, следить за тем, как оно работает и предпринимать какие-то действия, если там что-то идет. Соответственно, Marathon, он позволяет запускать любые приложения, которые могут запускаться на Linux и докер-контейнеры сейчас. И он следит за тем, что нужное количество экземпляров нужных приложений работает, что там холст-чеки проходят, и так далее, и так далее. И есть кронос, который создан как распределенный крон. Он позволяет запускать задачи по расписанию на всем кластере и очень там много функций у него. Он используется в основном с ходупом, и я за него подробно не буду рассказывать, потому что мы ходуп не используем. Вот. Как работает Mesos? Значит, ну, во-первых, построено все вокруг Apache ZooKicker. Apache ZooKicker это такой сервис, который распределенный и хранит, ну, он хранит конфигурацию. Там такая файлосистема, подобная структура, там слэш, 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 как папки и как файлы. И там, собственно, и Mesos хранит свою конфигурацию, там хранят, ну, туда регистрируются мастера, слэйлы, там регистрируются фреймборки и так далее, и так далее. И через ZooKicker же происходит механизм перевыбора мастера, если мастер становится недоступным. В режиме обычном вот эти стендбай мастера, они принимают все запросы, но проксируют их на главный мастер, вот этот, который сейчас активен. Соответственно, так как они проксируют эти все запросы через себя, они видят, если там начинает возвращаться ошибка или вообще нет ответа, то инициируется процедура перевыбора нового мастера через ZooKicker и, соответственно, стендбай мастера начинают корректировать запросы на новый мастер. И есть слэйлы. Да, еще хотел сказать, что вот эта часть, мастера из ZooKicker, они, ну, это очень не ресурсоемкая задача, то есть, там минимальные инстансы, на, там, до гигабайта памяти, то есть, там нет такого какого-то по ресурсам, это все очень компактно работает, место с написанным и сам мастера, вообще, крайне мало потребляют ресурсов, как и слэйлы, собственно, говоря. Ну, слэйлы, это те самые воркер-ноды, такие, которые будут выполнять все задачи, то есть, они будут шарить свои ресурсы для приложений, которые могут у них запускаться. И есть различные планировщики, которые есть готовые или которые можно создавать самому, которые, подключаясь к мастеру, запускают свои задачи на кластере и получают результаты их работы. Как это работает? Получается, слэйв, он всегда, там, каждые несколько секунд он знает, сколько у него есть свободных ресурсов, там, процессорных, памяти и так далее. Он постоянно отсылает на мастер, что вот у меня есть такие-то свободные ресурсы, как ресурс-оферы такие. Он постоянно шлет на мастер ресурс-оферы. Соответственно, мастер, он постоянно видит эти ресурс-оферы с разных слэйвов и предлагает эти ресурсы всем подключенным фреймворкам по очереди. То есть там их может быть много и он предлагает свободные ресурсы всем фреймворкам. Соответственно, фреймворк, он может управлять уже тем, фреймворк уже знает, сколько ему надо копий, там, какого приложения запустить. Он, когда получает ресурс-офер, он может его принять, может не принять. Он может в рамках ресурс-офера запустить множество мелких задач или одну большую. Он может, он также получает и айдишники слэйвов с этими ордерами. То есть он может контролировать, запускать ли, допустим, задачи все на одном слэйве стараться или распределять их максимально между всеми слэйвами. Ну и, соответственно, когда фреймворк принимает ресурс-офер, он говорит, что вот какие-то задачи, какие-то параметры я хочу запустить и мастер запускает эти задачи на слэйвах и в случае изменения состояния этих задач на слэйве там task fail, task kill, task lost и так далее, фреймворк получает обратное сообщение о том, что вот статус твоей задачи такой-то изменился на такой и может либо ее перезапускать либо там другие действия принимать, которые необходимы. Какие есть фреймворки? Ну, марафон Аврора Кромос я чуть подробнее про них расскажу сейчас. Кассандра это NoSQL база данных, которая может быстро записывать в сетях и хорошо может лоббируется к ходу, непонятно Spark Шторм это мы его используем у себя это такой реал-тайм ивент-процессинг модель то есть ну в общем я не буду подробно рассказывать что это может не стоп Elasticsearch тоже есть для Месоса Jenkins Slayer можно запускать на Месос классный динамический по мере появления необходимости и вот есть Bamboo который не так давно появился но я чуть подробнее там где пожалуйста сказать Marathon это то что позволяет запускать все наши приложения которые ну они даже не будут знать что они на Месос пастере каком-то запускаются они просто запускаются это могут быть любые приложения мы сейчас запускаем у себя Java Python Ruby Node.js там разные другие скрипты там вот он как бы его фокус в том чтобы запускать не такие приложения которые запускаются по расписанию не время от времени а такие сервисы которые должны быть доступны постоянно вот и у него есть API который позволяет запускать останавливать и масштабировать приложения есть вот появилась поддержка херстчета то есть марафон будет каждую задачу проверять там или пинг TCP порт ну там самое базовое либо по заданному там слэш какому-то луглу проверяющему приложению отвечает соответственно если нет он сам его будет перезапускать и вот появилась не так давно event subscription то есть можно подписаться на ивенты то есть грубо говоря можно запостить что вот я хочу подписаться на ивенты мой URL такой-то и по мере возникновения любых событий как то остановка приложения запуск приложения и так далее на ваш URL будут приходить кулбеки что такое-то приложение перезапущено такое-то приложение запущено такое-то приложение изменилось свое состояние и таким образом можно практически моментально реагировать на все изменения состояния приложений и вот тут Banggood как раз использует эту возможность для того чтобы конфигурировать H-A-Proxy то есть он получает IP-шники и порты которые динамически назначаются всем запущенным приложением и добавляет их соответственно в конфиг H-A-Proxy и тут же эти все приложения становятся доступны через H-A-Proxy то есть на них уже сбалансировано вот Aurora это такой себе аналог марафона но он несколько других целей преследует там во-первых есть поддержка многопользовательского режима то есть там можно создавать пользователей каждый из которых имеет свои какие-то лимиты по ресурсам и они могут в рамках этих лимитов запускать какие-то свои приложения и не пересекаться между самыми там есть такой DSL яму подобный который позволяет все параметры приложений конфигурировать и есть поддержка rolling updates с robet там довольно сложные могут быть политики rolling updates там есть версионность приложений и мы можем допустим задать правилами что такое-то приложение у нас запущено 10 экземпляров какого-то предположим Node.js приложения мы хотим обновлять по 2 каждые 5 минут делать какие-то комплексы хелс-четки по мере их обновления и если эти хелс-четки фейлятся мы можем делать rollback на предыдущую версию все это автоматически ну и хронос распределенный хрон у него тоже есть API через который контролируются все задачи создаются и их статус у него тоже есть да как и у марафона и у авроры все они отказоустойчивы то есть их запускается по несколько экземпляров они подключаются к месяц-мастерам и они точно так же как и месяц-мастера выбирают себе мастера в Зукипе и фраксируют в основном друг на друга запросы в стендбай режиме тоже много у кроноса возможностей эти задачи которые идут по расписанию или их можно просто постом создавать они могут сами за собой создавать еще другие задачи померяя там свои логики и их двигателями запускать там очень подробная статистика доступна по всем задачам и можно это очень хорошо автоматизировать наше приложение наше приложение это приложение приложение которое используется докторами они это исключительно айос приложение то есть клиентский терминал это все айос устройства и создана для того чтобы доктора получали делал сообщение о изменении каких-то состояний своих пациентов или каких-то ненормальных ситуаций например пациент попал в скорую помощь или он не забрал вовремя из аптеки какие-то лекарства и так далее и так далее это все агрегируется с разных клиник и соответственно доктор может увидеть что его пациент в другой клинике что-то делает и как-то на это реагирует вот ну инфраструктура тут предыдущий докладчик очень хорошо рассказывал о безопасности и мы тоже об этом думали у нас значит есть VPC Бастион VPN к этому всему и в общем так вот как Антон советовал субъект и соответственно есть у нас какой-то менеджмент субъект там где у нас конфигурацион менеджмент континес интеграцион и так далее и так далее а это не каприентаз есть у нас менеджмент субъект там у нас весь такой управленческий мониторинг блок менеджмент и так далее есть у нас месосабнет это здесь показана половинка инфраструктуры на самом деле вторая половинка во второй мобилити зоне и оно все кросс-зон балансится и соответственно есть у нас месосабнет а и месосабнет б которые созданы отказовым субъектом на них работает все множество наших API data API c API наш комплекс event processing на патчешторме и вот так все безопасность ну это модель нашего приложения то есть нам приходят ну это исключительно в целях того чтобы показать что у нас неоднородные компоненты их много разных с внешней базы данных какого-то источника нам приходит data import мы это обрабатываем храним в своем storage backend у которого есть свой data API rest соответственно там есть notification API receiver который слушает певенты и складывает их в очередь это SPS очередь и есть комплекс event processing на шторме который использует кассандру как временное свое хранилище и обрабатывает довольно запутанно эти все сообщения и посылает он же push notification с клиентом соответствующим если это например да ну и что мы с этого имеем то есть вот мы используем у себя Apache Message у нас на нем работает практически все у нас на нем запускается Cassandra у нас на нем запускаются все API все топологии шторма нам во-первых достаточно просто этим управлять по сравнению с тем если бы у нас было это все на отдельных машинах по отдельности то есть мы поддерживаем одну и ту же конфигурацию на всем кластере а соответственно зависимости приложения если это Java то они покуются просто в Java или что там если это какие-то другие приложения им нужны сложные зависимости то они запускаются в основном только на нам действительно намного проще этим управлять и действительно утилизация ресурсов выше чем могла бы быть и разрознена ну и развертывание и масштабирование приложений это просто просто мы очень это любим нам допустим собрал Jenkins или что-то приложение все что надо сделать чтобы его развернуть это сделать и чтппост все докер контейнер такой столько процессоров столько памяти столько тринсов запустить все буквально пару секунд и это все уже запущено соответственно да это очень быстро буквально несколько секунд и любое количество любых приложений запускается уже доступно через лот баланс соответственно в случае докер контейнера там просто докер контейнер запускается в случае с любыми другими приложениями указывается который Месос скачивает этот архивчик распаковывает его и внутри него запускает какую-то команду более эффективно это позволяет нам планировать ресурсы необходимые для приложения и мы можем в рамках существующего кластера изменять так сказать соотношение ресурсов между разными приложениями буквально двумя HTTP постами и у нас на одном и том же кластере работает DWIND QA и еще другие окружения которые изолированы друг от друга они друг на друга никак не влияют и нам не надо для этого какую-то отдельную инфраструктуру поддерживать они все просто через блок балансер по-разному доступны разным пользователям но внутри они все надо кластер и да у нас получается более эффективное использование ресурсов ну и ресурсы которые я бы рекомендовал для тех кто хотел бы или будет вынужден познакомиться с общей с есть отличный технический отчет там буквально 10 страниц пдф но он очень подробно описывает алгоритмы работы и приводятся результаты тестирования производительности разных фреймворков в разных условиях ну и есть список фреймворков которые я перечислил там еще много друзей постоянно фреймворк девелок набегает ну и собственно говоря пожалуйста это доступно для всех афорту надо раскачивать то есть маленькое пределение как мы начали в этой сфере все скетчи высылали коллег после конференции вот на корпоративную почту будет выставлена ссылка на ресурсы где будут лежать все презентации это раз во вторых чуть позже они появятся на фейсмейкер сайте для скачивания вы знаете что это паблик ресурс а первая стоит может быть на интервью системы так что не волнуйся вы видите сериал пишет просто опублику для распределения тех кто вы не не а ведь вопрос да пожалуйста вопрос еще раз на гинтерсе не работ нет поддерживаются линукс солярис и по моему макс сейчас то есть просто прослоте между линукс и апс да просто он афигирует ресурсы доступные на множестве вычислительных узлов и позволяет с ними обращаться с одним логическим ресурсом немного подробнее контейнер что это за сущность такая за счет чего он это да контейнеры ну например докер контейнеры это подготовленные образы памяти которые содержат в себе базовую какую-то операционную систему зад я пришел кассиний а можно субь инфляции я думаю окей все расскажем то есть докер контейнеры это контейнеры это такая верховесная виртуализация которая ну на подобии то есть основной вопрос уже приложение запущено нет есть образ памяти который остается скачать инстерепозиторию и загрузить в память и все приложение запущено скачать я скажу так только это бомба это будущее надо работать подруги скачать сама идея уже согласен вопрос такого плана где скажем так спрятана назначка где ботонеп где то что больше всего будет ломаться где то что вы сталкивает с какими-то проблемами в любом продукте в любом хорошем что-то есть практически вот я участвую в эксплуатации опытно этого значит решения единственный боттленек это ваше приложение ну ваше решение я тут не бываю если ваше не бывает то что мне попадалось либо это недостатки какие-то планирования недостатки мониторинга который вовремя не сообщает о чем-то недостатки допустим ну недоработки какие-то например есть жукипер корун их там настройка например должно быть минимум три зукипера для того чтобы был кворум и все работало потому что все работает через зукипер все хранит свои конфигурации в зукипере как сам месос слейвы мастеры так и все зукипер даже боттленек да? ну он не боттленек он быстро работает потребляет очень мало ресурсов но если он вот у него там есть допустим у вас 3-4 ноды которые между собой синкаются и если они все умрут то у вас все сломается были ли моменты такие что в момент переключения ресурсов работает один ресурс он перестает использовать эти ресурсы и теперь может использовать сомнезис отдать эти ресурсы на другую аппликейшн вот этот момент переключения бывали ли случаи что не было что-то правденчина и не были освобождены ресурсы или же были выделены ресурсы заняты либо они заняты либо нет но тут нет промежуточного как бы этапа если не заняты то приложение работает оно не вернуло какой-то не нулевой или нулевой оно никакого экзит кода не вернуло а вот оно работает оно проходит health check какие-то то есть оно пинается на порты какие-то и тогда оно потребляет какие-то ресурсы либо оно не работает оно не проходит health check оно там 5-10 и оно тут же келяется просто Давайте вот как-то с той стороны Вопрос, я так понимаю, использование контейнеров позволяет прекрасно шарить цифру и память, а как с дисковой подсистемой? Дисковая подсистема тоже шарится, то есть каждый слейв имеет какой-то объем дискового хранилища и он в ресурсоферах предлагает и дисковое хранилище, но проблема в том, что дисковый ресурс выделяется контейнером, приложением, чему угодно но когда конкретный экземпляр конкретного приложения хиляется, ну а это всегда происходит, то вот это хранилище дисковое, оно становится никому не доступным То есть можно, допустим, в докере подключать какой-то шар в хранилище, а вообще, ну, можно маунтить какие-то шар в ресурсы, если это надо или можно запускать, опять же, на местности, можно запускать такие инструменты или приложения, которые будут сами организовывать распределенную кластерную систему, как, например, HDFS и шарить ее для контейнеров каких-то То есть повышенная активность в одном контейнере не окажет влияния на соседей плане дисковой системы? Есть изоляция? Есть изоляция, но она касается, прежде всего, объема дисковой системы, то есть выделено там N гигабайт дискового пространства вот если он займет больше, его кинет выделено там два ядра процессорных, он больше не займет выделено 2 гигабайта памяти при попытке использовать больше, его кинет а флани и олсов, то есть регулирует как-то операцию? нет, ну, честно скажу, все приложения, которые мы запускаем, они не интенсивны диску то есть, ну, там максимум лог, это либо веб-приложение, либо, ну, вот, Кассандра есть но для дискового, ну, для приложений, которые интенсивно работают с дисковой подсистемой я бы подключал что-то, внешний сторож какой-то, даже не полагался на local сторож вот этих мессесс-слей а столкнулись ли с тем, что, ну, есть ли какие-то несовместимые с этим аппликацией приложения, или абсолютно любое приложение можно запустить? все, что можно запустить из команд-лайна в баше, можно запустить без проблем ну, никаких проблем, вот, скачивается архивчик указанный, внутри него может быть шоу и CD эта папка запустить какую-то команду если там что-то есть, и оно этой командой запускается, то оно, соответственно, будет запущено это, ну, тот же башн будет выполняться, как бы говоря если это Java, то это там Java минус Java если это, ну, единственное, что мы там Node.js, например, мы не запускаем просто так потому что, например, на всех мессесс-слейвах стоит Java но Node.js там требует комплексных каких-то зависимостей и разных еще там по версиям то есть мы это все уже тогда пакуем в Docker-контейнер все зависимости, и оно запускается в Docker-контейнер по поводу приложений, которые, например, я видел там Elasticsearch величины да, есть Elasticsearch ну, я так понимаю, что одно из ключевых преимуществ это вот скейлин, да, ресурсов между а как, ну, вот, высоконагруженный Elasticsearch вот это вот дескейлиться будет, очень интересный вопрос ну, я думаю, что я вот через месяц-другой именно Elasticsearch проверю пока мы не запускаем Elasticsearch просто Elasticsearch, особенно высоконагруженный, точно не переживет METHOS не переживет METHOS вот такую вот динамику ну, то есть это приложение, которое, если оно высоконагруженное любой скейлинг приводит к очень сильному реалокации шадов ну, да, ну, с Cassandra тоже не сильно гладко в этом плане ну, да, но это как бы не ограничение METHOS ну, я жлю, что есть какие-то, вот был вопрос по поводу рекомендаций какого рода приложения к METHOS более адаптированы? ну, да, такие вот, ну, наиболее адаптированы те приложения, которые построены на METHOS SDK то есть это, то есть, нативная поддержка METHOS реально разработана для приложения то есть это Hadoop, Spark, Cassandra, разные там другие, Storm и так далее то есть они нативно запускаются на METHOS есть, ну, грубо говоря, там идет такой враппер то есть это планировщик, который запускает экземпляры приложения на кластере он их распределяет оптимальным именно для этого приложения способом например, Cassandra стремится к тому, чтобы на каждом сейве запустить по одной копии Cassandra и не запускать по две но это специфично для приложения как бы и вот этот вот враппер, этот планировщик, он знает специфику своего приложения для которого он создал и соответствующим образом реагирует на какие-то ивенты там, что-то где-то упало, что-то где-то надо запустить больше, меньше это, ну, специфичнее для каждого приложения правило как лучше это масштабировать, как лучше это, допустим, перезапускать, хендрить какие-то другие события а это описано где-то? как себя ведет Mesos, например? Mesos себя никак не ведет он, ну, то есть Mesos дает фреймворку ресурс-оферы когда фреймворк перепринимает, он принимает параметрами от фреймворка что запустить и с какими параметрами и потом, если это что-то меняет свое состояние там, фейл, плоск и так далее он отдаст фреймворку ошибку там, код ошибки и какой-то лох может получить все, Mesos не хендрит все эти события это все хендрится самим фреймворком то есть, вот если на афоне есть, у него есть свои правила и он там настраивается по-разному то есть, он может перезапускать, если не проходят хелс-чеки там он может перезапускать, если что-то где-то, ну, например приложение вылезло за лимит памяти, оно келяется Mesos сам по себе его не перезапустит он просто тому, кто его запустил, скажет твоя таска кинулась, извините а уже фреймворк, который сидит на Mesos-фрейме и получает от него все эти итоги ты должен соответствующим образом реагировать на изменение состояния своих задач ну, я могу сказать, что там действительно довольно просто вот, Кассандра, например я там ковырялся и допиливал немного там на скале буквально до двух сотен строк кода вот это все в раппер вокруг Кассандры на Mesos то есть, если там ресурс-офер такой, то то если не такой, то то если пришел статус Loss, то если пришел статус Fail, то ну буквально там полторы-две сотни строки вот весь пракет зайдет если говорить об аппликейшнах, которые не адаптированы начальному к Mesos, а да, и это какой-либо цепью интенсии аппликейшн, да а у нас допустим ресурс-офер абсолютно подател у нас все инстанции, которые в этом Месос кластере, да они и так будет на нескольких новых то есть есть какое-то подмножество месослой каждый из которых там имеет например 8 ядер 8 у него там у одного два ядра 2 гига занятого другого 4 ядра 4 гига занятого они постоянно шлют свои свободные ресурсы офферы на мастер мастер постоянно каждые несколько секунд предлагает эти ресурсы фреймворк либо их принимает либо нет если ему надо больше себя запустить и ему приходят ресурсы он запускает себя больше на любых так и будет так и будет но опять же это вот тот фреймворк ваш контролирует ну или вот нет мы говорим про это не тренды процесс процессы ну вот например у меня есть ну я не знаю что джава да вот там там есть там я говорю что вот пост сюда вот тут путь там там кет и там бин там старт ши там параметры вот и говорю вот инстансис один значит он будет запущен один на любом славе который первым подвергнется если я скажу инстансис сто один то соответственно марафон будет пытаться запустить склонную штуку это понятно возьмут это компакт кейшен и на спалном 3-дох и все дефиды они будут там же да но там с помощью силу довольно жестко ограничивается процесса вообще не вылезет наружу за рамки а память если он может вылазить но если он вылазит то он тут же вылевается ну просто мы достигли пришел трафик на трафик мы достигли пика и достигли предела наших возможностей продолжение начинает вылазить за память их теряют поэтому мы получаем что мы прибили все почему потому что продакшене у нас много копий каждого если оно вылазит за память и его кидают он кида значит мы неправильно сконфигурировали свое предложение если вы не знаете сколько надо вашему предложению и не можете правильно если это аномальный график пришел то например какой-нибудь DDoS график не трасс или это самолейство то есть DDoS хендлится вообще по-другому то есть DDoS хендлится но вот бывает с другой этого по-хорошему по-плохому не надо да а вот есть какие-то логеры есть предложение которому нужно 82 оперативки сейчас предлагается 60 оно ждет что другое предложение которому нужно 40 забрало это ждет еще дольше до бесконечно перепровизионить есть нет вот тебе дают или бери или не бери тебе ничего не гарантируется ну то есть какое-то предложение которому нужно много ресурсов будет вечно сеть в очереди ну понимаешь приложение не может одним куском взять 80 их у него может быть 40 тасов каждый из которых нужно 2 евро нет ну есть разного рода приложения да ну я не знаю какое приложение одним куском имеет смысл 80 их ну хорошо не 80 будем говорить я заплачу 30 да 80 не плохой пример 30 значит можно быть не существует ну это же один процесс не может равниться на двух нотах физически то есть это в каждой ноте должно быть овер 30 гео в памяти и должны быть такие оперы нет я имею ввиду если какая-то там q упорядоченная что если я жду долго своих ресурсов я как-то нет вот тебе дают бери сейчас или даже я хочу с собой у меня вопрос с тобой с версионированием вот вы говорите что оно воспринимает все сервачки как один большой ресурс допустим ну если у меня по старому если без этого то у меня 50 сервачков есть ночью когда все пользователи спадки легли уже я по одному их начинаю с локбалансера отключать накатывает новое приложение как только в перевале за 25 я локбаланс свитчу на новую версию как допустим здесь этот процесс будет происходить ну вот есть роллин апдейт уже в авроре есть ну во первых если это ваше чисто приложение вы написали вот этот вратер на пару сотен строк кода вы можете там что угодно написать как вам роллин апдейт нравится есть в марафоне там начальная такая поддержка этих роллинг апдейтов в авроре более полная там прямо вот в ямл подобном DSL так и пишешь вот новая версия лежит здесь такого-то приложения и такой-то хочу обновлять по 2 ноды каждые 5 минут после обновления каждой ноды через 2 минуты проверять там на таком-то угле что она дает то-то и если да то обновлять следующие 3 ноды и они потом в конце все по балансе опять же как описано ну там довольно полная такая поддержка этих роллинг обновлений настраивается к какому-то изменению еще один вопрос по поводу контейнеров насколько часто и по каким правилам обновляется эта форма этих сам контейнер ну это когда он обновляется он обновляется когда новая версия приложения то есть Jenkins, Buildit, приложение то есть фактически приложение поднялось создался контейнер все он больше не обновляется да он ну как к нему то есть если это какая-то например там хранилище данных обновляется ли контейнер с поступлением туда есть такая возможность вот про докера отдельно еще скажет или или потом уже поговорить но есть возможность подключать хранилище и там такая концепция слоев то есть как бы вот есть слой там Base Ubuntu например слой установлен Redis слой установлен там еще что-то Ruby on Redis какой-то и вот когда контейнер запущен можно создать свой слой сверху Storage и потом его можно куда-то сохранить и можно к нему потом получить доступ ну не знаю насколько это надо опять же я бы подключал какие-то внешние Storage если надо что-то именно хранить на диске можно взять буквально один маленький автопик для того чтобы принять какие-то вопросы вот такие вот специфические мы когда-то говорим про докер про контейнеризацию надо немножко поломать себе голову в хорошем смысле этого слова т.е. когда мы говорим про большие хранилища когда мы говорим про большие EOPs когда мы говорим про большую перформанс это не про докер вообще т.е. его предназначение его дизайн на культура этого не предназначено на самом деле т.е. мы можем этого и достичь но за счет масштабирования за счет дистрибуции и тому подобное. То есть психология докера — это контейнер-процесс. То есть он стейтлесный. Он не для этого. Да, он как бы стейтлесный. Виндерс, когда противоположный докер. Непонятно. Да, пожалуйста. Бывают ли случаи, когда разваливается форум, и несколько мастеров активных? Нет, не-не-не. Несколько активных мастеров не бывало ни разу, как я их не пушил по переменам и так далее. Всегда мастер один актив. Единственное — зукипер. Зукипер всегда надо кросс-зон, и в каждой его лабилитизован должен быть свой форум из трех зукиперов. Если ложится зукипер, то ложится все. Довольно надежно он работает. А метров практически не тестировали? То есть если просто разделить их, имитировать падение сети между большинством нот, то при восстановлении как они будут синхронизироваться? То есть предположим, что на какой-то момент времени между ними обрывается связь, и каждый считает себя мастером. Восстанавливается сетевое соединение, а как они синхронизируют? Не считает он себя мастером, потому что если обрывается соединение, он либо не видит зукипера, или если у него зукипер экземпляр на локалкосте бежит, то он выпадает из форума. Все. Он не считает себя ни мастером, ни кем. Он считает себя потерявшим сетем. 50% при сравнении на момент выпадения сети да. Еще вопрос. Там был в самом начале слайд, где на несколько серверов написано, ну железо, потом слой Kernel и Mesosbonus. Вот. И этот слайд у меня вызвал ассоциацию по серверу, OpenWZ, но ты говоришь про докеры. Вот я не докер-контейнеры. В каком месте они здесь? Докер-контейнеры вот здесь находятся. Они запускаются через марафон, в марафон их шигурит где-то здесь, и в конце концов все запускается. То есть, Мезос вообще ничего не знает про докер-контейнеры? Мезос еще не знает, нет. Он знает. Он знает, потому что он должен запустить этот докер-контейнер. То есть, у него есть поддержка докера, то есть, он знает, как запустить канал-лайн докера и передать ему параметры, которые ему пришли. То есть, он у себя там, докер-ран, бла-бла-бла, идишник, он это делает. И у него как бы, то есть, да, он использует докер. Сам бинар докера, он его запускает. Он знает, то есть, он поддерживает запуск докер-контейнера. Но это как получается, то есть, Мезос без докера может работать? Я имею ввиду, вообще вся система? Докер это такая сбоку, ну как бы, то есть, любые приложения, которые запускаются просто в команд-лайн, он может запускать без всякого докера. Докер, если вам надо, вы отдельно включаете в конфиде его, Мезоса, убеждаетесь, что там, по указанному пути, доступен бинар докера, а то он начнет ругаться, что не могу запустить докер, там, что он может аутентифицироваться на вашем там, право-речестве, то есть, вы настраиваете докер на каждом слое, да. Но можно запускать и прямо, без докера? без докера, пожалуйста. Можно даже запускать и без ограничений, то есть, можно не включать сегруз, можно говорить, что, я вот думаю, что вот это мое приложение, не будет хавать там больше одного ядра и одного ядра памяти. И оно будет хавать восемь ядер и восемь его в памяти, и ему еще за это не будет. Ну, это как бы такое решение. Да. Так, проявление, 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 Вот, вы говорили, что есть, проявление. Ну, насколько я понял, количество своего, это какая-то константа? Нет, совсем нет. Они тоже могут быть в автоскейлинг-группе, они сейчас не в автоскейлинг-группе, но они могут быть и юзер скриптом, допустим, при запуске новой ноды, он подключ, ну, там, ставится МЕСОС, или он стоит уже, им уже, и он подключается к мастеру, ему даются углы из укипера. И все, он подключается, регистрируется, если любой из них, вот, потушить, то приложения, которые были на нем запущены, будут перезапущены на других, если это же, как бы, даунтайм. Ну да, но если вот у меня, допустим, Кассандра, вот у меня их пять штук, раз, два, три, четыре, пять. Я кидаю любые ноды, продолжает работать все, потому что, три, это, ну, Кассандра начинает, переставит. Нет, электрикейшн фактор три, она ничего особо не переставит. Вот, если потом добавлять новые ноды, вот, тогда на них, да, ну, просто, как бы, мы, не знаем, ну, можно, какое сейчас электрикейшн, работать на конкретном слове? Конечно. Через API эта вся информация доступна, как фреймворку, там, так и, ну, любому приложению доступна информация о том, где его задачи запущены, какой их статус, и он может предпринимать на основании этой информации какие-то действия, кинуть один из своих тасок, перезапустить, на другом слое, если есть такой ресурс. Ну, у Месоса есть WebUI, там, где, у самого Месоса, у всего, где есть WebUI, сам Месос, WebUI у него есть, видно, общие ресурсы кластера, сколько свободно, сколько доступно, сколько занято, видно все задачи, можно по фреймворкам, допустим, Кассандра, там, еще что-то, еще что-то, что-то, по фреймворкам, какие задачи, где они берут, сколько занимают памяти, какие слэвы, ну, то есть, там все есть, и WebUI, и API, есть REST, который можно с криптами, или чем-то еще использовать, для, и, опять же, у того же Marathon, у Chrono, всего, есть и WebUI, где видно уже список приложений, вот их статус, критчеки, зелененькие. Или же, API там тоже есть, ETH, там, слэш, апс, и он отдаёт статус всех приложений, JSON. Еще? Так, у вас есть, я так понимаю, у вас проект, изначально использовался без Mesos, а потом вы перешли на Mesos, или вы сразу с него стартовали? Нет, изначально мы стартовали с Mesos. А вот, для сравнения, там, какая эффективность, да, без Mesos мы там платили, там, N, с Mesos, там, минус 30%. Нет, нет таких данных у меня, есть, вот, по той ссылке, которая в конце тех репорт, есть, там, данные приводятся, при разных сценариях, там, разных приводах, приложениях, и производительность достигнута, и, соответственно, это стоимость. Но, мы изначально выбрали шторм, для обработки этих всех реалтайм сообщений, а Mesos выбрали для запуска шторм, как бы, кластера. А потом, нам это так понравилось, что мы начали запускать на Mesos и все. И все наши API, и сейчас уже любые там, любые скрипты, пакуют, блокер-контейнеры и т.д. А какой порог вхождения в Mesos, если бы человек не имел дело с ним? Сколько времени, так, в среднем, там, месяц, полгода? По рог вхождения, нет, довольно быстро можно войти. На самом деле, довольно просто все. Во-первых, есть, готовые кукбуки, там, в шеф, папец, вот, насчет танцев было, не помню, но есть. То есть, все это разворачивается очень быстро, автоматически, любой вашей любимой системой конференции. Если у вас шеф, я могу поделиться еще, добавить ему на работу. Плюс, на сайте mesosfer.io, вот здесь была ссылка, вот, mesosfer.com, есть еще, mesosfer.io, там есть, вот, появилась такая возможность, запустить, в mesos, кластер, на вашем облаке, то есть, там поддерживаются, сейчас, Google Cloud, и DigitalOcean, AWS пишут, что, типа, камерскую. То есть, можно ввести туда, там, ключи от своего, Google Cloud, кстати, на Google Cloud, сейчас дают 300 баксов на месяц, если регистрируешься. Не надо, мне карточку надо, ну, 300 баксов на месяц, и можно запустить там, буквально в один клик, запустить mesosfer, мастер, и все, на марафон, запустить свои предложения, через 15 минут. Бесплатно. Да, 300 баксов вам на месяц, вот так, вот так. Очень понравится. Сейчас я запускаю. Ну все, если что, подходи. Ну, Эдемат, подякнули.